И всем привет, ребята! Вот наша новая серия по Metro Royal. Ну что, сегодня постараемся поиграть в Full 6 в соло. Надеюсь, что-то хорошее из этого точно получится. Также итоги прошлого розыгрыша я оставил в конце ролика, поэтому обязательно досматривай его до конца. Прожимай лайк, подписывайся на канал, если ты этого еще не сделал. Всем приятного просмотра, ребята, и давайте уже потихонечку начинать. Друзья, хочу сегодня посоветовать вам отличный телеграм-магазин, в котором вы найдете абсолютно все вещи, еще и по очень приятным ценам. Также данный магазин работает уже с самого начала второго сезона и имеет только положительные отзывы. Ну и бонусом для постоянных клиентов в магазине существует постоянная акция в виде скидок и приятных подарков. Также магазин может сотрудничать и с клиентами, проживающими за границей, а оплаты может принимать на PayPal. Ссылочку, как обычно, оставляю в описании под роликом. Всем приятных покупок и возвращаемся обратно. Сейчас сразу же постараемся закрыть игрока, который должен был тут появиться, но пока что я его не вижу. И давайте побегаем и поищем его. Ну да, в принципе он сам себя спалил, поэтому можно пробежаться и облутать его. А может и не облутать, потому что у нас еще один пришел. Так, первые два человека уже отлетели. Это значит, что в ближайшие секунд 30-40 сюда точно никто не придет, потому что два самых ближних респа сюда мы уже закрыли. И я сейчас, наверное, обыщу их. Побежим сразу на рожок. Что тут ловить? Ждать пока кто-то придет, не придет. Кстати, со второго мы забираем G36. Сейчас посмотрим, что по обвесам. Кстати, обвесы-то у нас топовые. И даже подстволка стоит. Вот только патронов на подстволку у него не оказалось. Видимо, он туда заряжал всего лишь один патрон и бегал просто с заряженным. Ладно, не вижу смысла здесь оставаться дольше, поэтому сразу перемещаемся куда-нибудь ближе к рожку. Пока что тут как-то тихо. Надеюсь, тут еще остались люди и нам получится кого-то забрать. А вот первые выстрелы, поэтому бежим именно на них. Оп, прям краешком глаза мы его заметили, поэтому сейчас спустимся чуть пониже, чтобы позиция лучше была. И постараемся забрать его. Кстати, довольно-таки неплохо он нас просадил с пулемета. Надеюсь, именно этот пулемет с него и выпадет. Потому что либо там будет пулек высшего, либо какой-нибудь из необычных фракционных, типа там стальной, либо кобры. Ну и бота, в принципе, заранее забрали, чтобы потом в будущем он просто нам не мешался и не отвлекал от боя. Фух, так игрока-то мы вообще полностью раздели. Сняли с него полностью всю его экипировку, еще и пулемет забрали. Кстати, который, как я и предполагал, оказался коброй. Потому что уж больно много он урона мне нанес, а попал, ну не так много раз. Сейчас еще мага с чекнем, потому что мне флайер нужен, чтобы из радейки быстро свалить. Да, кстати, мы тут еще и первыми оказались. А, нет, уже что-то распродано. Не успел я даже забежать на босса, как услышал, что кто-то где-то здесь явно стреляет, еще и стреляет с МКХи. Я так понимаю, там игрок, который появился около босса, вылез через заборчик, возможно, даже багнул себе респ и вылез через круг и пошел убивать людей. Поэтому сейчас надо обязательно его постараться убить, и надеюсь, у нас это получится. Да, пулемет просто стер его. Он буквально секунда, и все, и игрока нету. Вот именно за это я и люблю пулеметы, потому что в ближнем бою это прям адская машина, и с него очень приятно вблизи играть. Кстати, с него нам дропнулось что-то красное, и это у нас бронежилет. Правда, мы его залили практически полностью. Ну, возможно, он еще и в других перестрелках побывал. Но, тем не менее, как запасной пусть будет. Когда наш зальется в ноль, мы обязательно будем одевать этот. Ну, и плюс патронов нам принес. Только вот рюкзак пока что четвертый, надеюсь, сейчас выбьем где-нибудь получше. Ну, и от G36, я думаю, пора уже избавляться. Все-таки стоит она не так дорого, а вот место занимает просто огромное количество. Ну, все, в принципе, все подлутали теперь. Наконец-то можно двигаться дальше, и, наверное, босса заберем. Ну что, вот мы уже прибежали на босса. Сейчас глянем, что тут по обстановке. По-моему, тут никого не было. А, нет, у нас трупик даже тут лежит. Кстати, не залутанный трупик. Я так понимаю, где-то либо игрок сидит, который, так скажем, крысит вот эту вот позицию. Либо он умер от босса, что маловероятно там, потому что обычно умирают от босса снизу. Поэтому на всякий случай сейчас пробежимся и посмотрим. Возможно, тут кто-то еще есть. Прям вообще еле-еле выжил. Еще буквально одно попадание, и все, и мы бы отлетели в лобби. Хорошо, что я его вовремя заметил, потому что не стал убивать босса и переключился сразу на игрока. Вот только что делать пока что я крайне не понимаю, ведь игрок у нас еще и на баге скорости там прыгает. А позицию нашу не назвать топовой, потому что за одним деревом особо ты и не спрятишься. А, еще и сбоку у нас люди вдруг появились. Ну, прям явно удачный день, и сейчас будет крайне нелепо, если мы пока будем перестреливаться с одним игроком, придет другой и тупо нас закроет в спину. Не, все-таки лучше я отсюда уйду и попробую обойти того игрока с другой стороны. Ну, и постараемся забрать игрока, который только что пришел, и скорее всего он пошел именно на босса. Ну, да, как же мне бслед не накидать? Да, чуть-чуть попал, ну ладно. Как-то странно тут бот стоит. Как будто он заагрелся, но как будто он не заагрелся. Ладно, сейчас постараемся обойти его по правой стороне, каким-нибудь образом добежать до камней, потому что с камней вот здесь будет намного удобнее отыгрывать. И просто заберем того игрока. Кстати, который тоже решил сменить позицию и поднялся повыше. А, и он еще и с тем игроком... Шаги. Серьезно? Пока я там перестреливался с тем человеком, тут еще какой-то бомжик сидел? Хорошо, что я вовремя успел увидеть вот этот вот маленький шажочек на карте, потому что я его даже не слышал, я был занят другим игроком. Ну ладно, обыскивать пока что времени нету. Перестраиваемся туда, и скорее всего у нас остался всего лишь один человек. Поменяем, наверное, бронежилет, посмотрим, надеюсь, там побольше процентов осталось. Ну, не особо побольше процентов осталось. Ну ладно, хоть что-то, хотя бы на пару попаданий у нас есть ресурсы, и бежим тогда туда, забираем последнего человека, который где-то должен быть в районе босса. Сейчас только сначала гляну, что из этого игрока нам выпало. Лутать, конечно, не буду, сразу побежим убивать еще одного. Кстати, с этого неплохо выпало, пятый шлем и пятый бронежилет. Вот как обычно, боты все портят. Теперь игрок сто процентов знает, что мы идем к нему, и еще и знает, где мы находимся. А, понял, он тоже прибежал и решил подняться на вышку. Ну, просто пулемет стирает его под ноль, он даже ничего сделать-то не успел. Серьезно? Бот не умер? В принципе, нам осталось теперь только обыскать наши трупы, убить босса, и можем спокойненько уже отправляться в родейку. Надеюсь, что с босса нам упадет именно рюкзак, потому что без рюкзака мы сейчас даже половину лута отсюда не вынесем. И смысла тогда в родейку бежать у нас тоже не будет. Кстати, по вашим просьбам решил попробовать поиграть без автоподбора, и что-то мне прям вот не заходит. Вот серьезно. Я так привык уже играть с автоподбором, что без автоподбора это, блин, как будто, я не знаю, первый раз в папк играю. Кстати, этот игрок обыскал наш трупик. Надеюсь, там ничего дорогого на той четвертой броне не стояло, и это не была какая-нибудь там освинцованная ткань, как частенько довольно-таки бывает. Вот всегда бы так боссы убивались с одного магазина и полхп сразу. Да ну нет. Я так надеялся на пятый хотя бы рюкзак с этого босса, а отсюда выпадает пятый бронежилет. Ладно, возьмем, что есть, и пойдемте попробуем обыскать того, кто у нас еще остался за забором. Вот только места у нас уже практически нету. Да не практически, а его вообще нету. Ну, я так понимаю, сейчас просто патроны выкинем и возьмем все, что сможем. Шаги. Я, по-моему, сейчас слышал шаги. Нет, точно я что-то сейчас слышал. Этот-то игрок у нас откуда тут взялся? Я просто в какой-то момент понимаю, что я слышал топот, но я не понял откуда. Я сначала подумал, что мне показалось, а потом нет, не показалось. Вот. Прям как по заказу. Еще и МП-5 стальной фронт. Ну, теперь места точно должно хватить. Сейчас тогда все пообыскиваю, прям по максимуму запихаю и в радейку сразу. Ну все, вот мы уже наконец-то добрались до зоны радиации. И как ни странно, второй тележку у нас А5 не было, но так как уже прошла ровно половина боя, даже побольше, выстрелов тут не слышно. И это может означать лишь две вещи. Либо игрок был каким-нибудь бомжиком, который помер где-то тут. Либо игрок просто забежал, залутал нужные себе ящики и спокойненько ушел. Потому что вторая сторона у нас не лутана, хотя за это время можно было на 10 раз все тут пробежать по кругу и облутать. Надеюсь, хотя бы один слиточек золота у нас тут выпадет и мы будем в очень хорошем плюсе тогда. Кстати, совсем забыл спросить, а как вам новая рулетка-то про Кровавого Ворона? Лично, как по мне, это прям максимально крутая рулетка и прям максимально крутой костюм. Хоть мне и мало какие костюмы в этой игре нравятся, я бегаю с костюмом, который то ли за 10, то ли вообще за 11 сезон давали. Но тем не менее, спустя такое огромное количество времени этот костюм мне прям по-настоящему зашел. И так как у меня было на счету почти полторы тысячи UC, я на все UC-шки открутил ее. Ну и как вы сами понимаете, ничего оттуда не выбил. Не знаю, крутить ее дальше или нет, потому что довольно-таки мало лишних денег, которые есть возможность потратить на рулетку. Потому что все-таки мы копим с вами на что-то нормальное и игровое, чтобы и постримить можно было, и в какой-нибудь там компьютерный паб поиграть. Так что если что, оставлю в описании ID. Кто понял, тот понял. Ну а тем временем мы уже залутали пару яичков, и ничего особенно хорошего-то оттуда и не выпало, кроме как один чертеж. Ну а в остальном пока что такие посредственные вещи, которых довольно-таки много в радиации, и на них можно уже даже не обращать внимания. Все-таки реально как-то странно получается, мы тут бегаем, шумим, а к нам до сих пор никто и не пришел, хотя тележка реально тут стоит. И сюда 100% кто-то приехал. Я так понимаю, реально кто-то где-то здесь либо сдох, либо уже успел отсюда свалить. Даже тут оружейный ящик не залутан. Хотя я знаю, что многие бегают в радиацию именно ради оружейных ящиков. Потому что с них шанс выбить крутое оружие, ну прям очень большой. Ну вот, к примеру, просто первый оружейный ящик, и с него мы забираем СЛР стальной фронт. Сейчас тогда собак отобью, и наверное выкидем те обвесы, которые я насобирал в рожке. Все-таки оружие подороже их будет. Конечно, жалко выкидывать такие обвесы, все-таки они стоят по 50, 70, 80 тысяч. Но тем не менее, СЛР стальной фронт довольно-таки редкая. Ну и в этом моменте я просто решил ускорить, из-за того, что вы просто посмотрите, какое огромное количество собак бегает в библиотеке. Это же ужас просто. И, кстати, именно там, если кто-то уже успел заметить, лежит труп какого-то человека, который нагрел огромное количество собак, и просто от них же и умер. Ну все, наконец-то мы их убили, и теперь можно спокойненько посмотреть, что нам из него выпало. Два планшета и пару фиолетовых вещей. Я так понимаю, это был какой-то прям круглый бомжик, и возможно у него даже таблеток не было. И он просто отчаянно бежал сюда, лутая все ящики по правой стороне. Кстати, времени у нас остается уже меньше 200 секунд, поэтому обыскиваем этот ящик, ближайшие два ящика в одной комнате, и, наверное, побежим уже вызывать вертолет. Кстати, самое главное, чтобы на нас не согрелся страж, потому что бронежилет практически залитый уже до нуля. Оп, еще один чертежик. Жалко, что золота нету. Серьезно? Это, похоже, сверху прибежал, поэтому все. Ладно, не будем жадничать, просто побежим и вызовем этот вертолет. И спокойненько улетим. И так у нас уже огромное количество лута на себе. Надеюсь, в этот раз я не накосячу так же с вертолетом, и вызову его более-менее нормально. Ну все, в принципе, теперь просто ждем. Произошел просто максимальный фейл. Лежал, скидывал лут, чтобы сделать фоточку на превью ролика, и просто подбежала огромная стая собак, и начала меня грызть. В итоге мы сейчас имеем полностью залитый до нуля броник, отсутствие каких-либо патронов, и ХП, которого осталось буквально там 5-10%. Я дико буду смеяться, если у нас сейчас не получится выбраться отсюда, и они загрызут нас в тот момент, когда мы будем подниматься уже наверх. Кстати, вертолет уже должен подлететь с секунды на секунду, поэтому отбегаем в сторонку, быстро юзаем аптечку, и стараемся добежать и просто взлететь. Ну а тем временем данный ролик подходит к концу, и всем, кто досмотрел до данного момента, просто огромное спасибо. Если этот ролик хоть немного вам понравился, нажми лайк и напиши комментарий, а я в свою очередь в течение пары дней зайду и отвечу на все ваши комментарии. Еще раз всем спасибо за просмотр и итоги розыгрыша. Ну а я с вами прощаюсь, до новых встреч, ребят, пока. Субтитры сделал DimaTorzok